Ну а теперь о недалеком будущем. Уже со следующего года предприниматели обязаны будут перейти на онлайн-кассы. Да, для покупателей это выгодно. Чек можно будет получить даже по электронной почте. Есть преимущества и для бизнеса. В первую очередь это прозрачность, во вторую станет меньше нарушений. Но правда пока новая мера вызывает в предпринимательских кругах лишь испуг. Продолжит Ирина Шепилова. Даже в сезон простуд на товарах для здоровья много не заработает. Теперь в этом бизнесе добавилась еще одна головная боль. В следующем году все предприниматели должны перейти на онлайн-кассы. Это нужно встать на учет в налоговую, зарегистрировать кассовый аппарат. Потом, тем более, если он идет онлайн, подключение к интернету, это нужно проследить и организовать. Смысл в том, чтобы данные о каждой покупке попадали не в какую-то тетрадь, а сразу в налоговую. Это уменьшит число проверок. Схема работы будет следующей. И в кассовом аппарате обязательно наличие финансового накопителя. С помощью него и интернета информацию о чеке примет оператор фискальных данных. Таких структур в России пока пять. Они и займутся передачей чеков в налоговую. Пишут в проектах, что уменьшат налог на сумму затрат на контрольно-кассовую технику. Но это еще пока только в проектах. В любом случае это беспокойство, это лишние хлопоты. Сегодня расходы на содержание кассы обходятся предпринимателям в 25 тысяч рублей в год. Ведь ежегодно электронно-контрольную ленту нужно менять. По новому порядку замена фискального накопителя раз в три года. И можно все сделать самостоятельно. В соседнем Казахстане, где время онлайн-касс пришло в этом году, для россиян уже дешевые спецпродукты разработали. Любой смартфон, имеющий выход в интернет, устанавливает себе приложение, под которым он связывается с вот таким принтером, блютуз-принтер переносной, передает чек на печать и он распечатывает. Автоматически с второй стороны уже уходит в органы фискализации данных. Правда, в российской налоговой ноу-хау еще не аккредитовали. Но времени у наших предпринимателей осталось немного. С 1 февраля 2017-го старые кассы уже не будут ставить на учет, а использовать их запрещается с 1 июля будущего года. Для бизнеса, работающего без касс, на вмененке или с патентом, техника обязательно с 1 июля 2018-го. Положительный эффект от онлайн-касс уже ощутили в некоторых странах мира. Например, в Эстонии там уже несколько лет. Если родители рассчитываются, к примеру, банковской картой за бассейн ребенка, уже через некоторое время на эту же карту могут получить налоговый вычет. Как знать, может быть и у нас скоро появятся такие же сервисы. Ирина Шипилова, Андрей Захаров, Тюменское время.